Пропавшая 14-летняя школьница Анастасия Мерцалова нашлась. Полицейские опрашивали друзей и знакомых. Школьницы отрабатывали места ее возможного пребывания. Вчера около 9 часов вечера школьница была найдена сотрудниками полиции. Девочка все это время находилась у своих знакомых, проживавших в районе улицы Игнатова. Теперь она будет находиться на контроле у сотрудников по делам несовершеннолетних. По данным компании «Медиалогия», подготовившей очередной медиарейтинг глав столиц субъектов Центрального федерального округа, за октябрь мэр Орла Сергей Ступин потерял сразу 7 позиций и стал 12-м. Лидером рейтинга оказался ярославский градоначальник Евгений Урлашов. Главы Брянска и Курска расположились на 13-й и 15-й позициях соответственно. Телефонные мошенники продолжают орудовать в области. На этот раз на мобильные номера жителей приходит СМС-сообщение о том, что банковская карта человека заблокирована. Так, перезвонив по указанному в сообщении номеру, житель железнодорожного района потерял более 36 тысяч рублей. Как сообщили в главном управлении Центробанка, области к этим сообщениям они отношения не имеют. Сотрудники полиции призывают не перезванивать на указанные номера, так как вернуть деньги впоследствии будет невозможно. Как уже известно, «Орёл» вошёл в число городов, через которые пройдёт эстафета Олимпийского огня Сочи-2014. Этому событию будет посвящена пресс-конференция, которая состоится завтра в 9 часов в здании Орловского спортивного техникума. В её программе – презентация маршрута эстафеты, представление рабочей группы по проведению эстафеты и другие вопросы. Обновлённый сайт медиахолдинга «Истоки» предлагает быть в курсе всех актуальных новостей региона. Удобное расположение блоков позволит комфортно ознакомиться со всеми городскими новостями, выходящими в программе «Оперативный эфир». А теперь жители и сами смогут добавлять новости в специальном разделе. Раздел «Городские новости» позволяет просматривать и архивные выпуски новостей. Будьте в курсе всех новостей с сайтом ТРК «Истоки». Продолжение следует...